Планерное совещание начали с минуты молчания. Так почтили память восьми жертв пожара на улице Просвещения. Анатолий Пахомов подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Все они приезжие, они работали в городе Сочи, бизнесом занимались. Кто-то бизнесом, кто-то наемный работник был. Но они все не местные жители, поэтому мы возьмем на себя все материальные затраты, связанные с транспортировкой. Но естественно, что окажем еще троим, которые находятся в больницах, также материальную помощь. Также на совещании разбирались в причинах трагедии. Одна из них – это отсутствие контроля. О том, что на улице Просвещения велась несанкционированная торговля с грубыми нарушениями противопожарного режима, мэрия не раз сообщала и в УВД, и в районную полицию, и в налоговую, и в ПОЖНОДЗОР. Есть соответствующие письма, которые датированы началом июня. Повторные были направлены в первых числах июля, но никакие меры со стороны контролирующих органов не были приняты. Не буду зачитывать. Теперь вот один. После тех двух писем на вас пишем. Третье, четвертое, пятое, шестое – это только на начальника полиции Адлерского района пишем. Вот можете взять, почитать. У нас есть право писать письма, то, что мы и делаем. В том числе пишем в полицию. Будьте добры принимать меры в соответствии с вашей компетенцией. Мы пишем Госпожнадзору, примите меры, и он должен принимать меры. Мы не можем вас подменять, как не можем подменять градостроительный департамент, как не можем подменять Росреестр. Вот о чем речь идет. Несанкционированная торговля велась не на муниципальной земле, а на полосе отвода железной дороги. Здесь мэрия не имеет никаких полномочий. Между тем, организаторов несанкционированной торговли можно было привлечь к реальной ответственности. Я считаю, что полиция должна применить статью 19.1 самоуправства. Применить. Это же самоуправство, что на территории, которая, ну скажем, ИЖС, вдруг торговые объекты появляются. Самоуправство. Ну, на мой взгляд, да. Анатолий Пахомов поручил создать рейдовые группы и совместно с контролирующими органами проверить все районы курорта. Также на планерном совещании сегодня представили нового директора САХА. До сегодняшнего дня эту должность занимал ранее руководивший центральным районом курорта Сергей Павленко. Сегодня мэр уволил его в связи с утратой доверия. Исполнять обязанности директора спецавтохозяйства теперь будет Гоча Урушадзе. Пять лет назад он уже возглавлял САХ и работал в департаменте ЖКХ мэрии. Первая задача – это улучшить работу предприятия, пересмотреть вопросы заработной платы, в первую очередь, водителей и грузчиков. В любых случаях мы приглашаем на работу водителей и грузчиков. У нас недокомплект порядка 30-32 человек. Зарплату планируют повысить до 35 тысяч. Кроме того, САХ планирует закупить новую технику, в частности, мусоровозы, которые напрямую перегружают отходы в машины для последующей транспортировки ТБО за территорию Сочи.